Всем привет! Время у нас послеобеденное, свободное. У нас наступил... Зашибись. Так, послеобеденное время отключили свет. Это что я не знаю? Электрики. Вот так, только сказал, что время у нас послеобеденное, свободное, оказывается не свободное. Мой супруг пошел, не знаю, возможно он пойдет, заведет генератор, который мы купили в прошлом году, для того, чтобы выводить цеплят. Но я села напротив другого окна, у нас как раз южная сторона, в общем, все будет видно. Первым делом у меня вчера не получилось мясо, которое я делала с термощупом. Вы знаете, вот когда смотришь кулинарный канал, даже кулинарный канал шеф-поваров, все равно все эти рецепты нужно перепроверять. Я уже несколько раз нарывалась на такой вариант, когда вроде бы все делаешь так, как написано в рецепте, ничего не получается. В данном случае у меня не получилось свинины, когда я ее довела внутри до 70 градусов, она у меня получилась жесткая. Мётт. С agendaстида. Голосы. ince. Когда я кат bistан, со CMS rema. Надеюсь, что они пытались сделать, что они обычно начали. В общем, вы если помните, я вчера вам рассказывала, как же устроено пищеварение у коровы. Вот видите, корова стоит, жует. Она пищу, я уже вчера говорила, она ее не пережевывает. У нее в слюне даже нет ферментов для того, чтобы пищу как-то перетереть. Она ее только смачивает, и пища напрямую из пищевода. С этой стороны расположен большой такой отдел желудка, который называется рубец, слева вот тут. Он тянется вот с той стороны, вот аж почти до вот этого бугра. Там рубец, и пища складывается туда. Там она бродит. А перед рубцом находится сетка. В общем, эта сетка отвечает за то, чтобы не пережеванные вот эти остатки пищи отрыгивались ей назад в рот. А если корова пьет воду, либо ест какую-то жидкую пищу, то она попадает в книжку. А книжка у нее находится на уровне седьмого ребра. Когда делают прокол, вот здесь его делают. Ребра надо посчитать, найти седьмой, сделать прокол. А сычок уже, где находятся пищеварительные соки, находится тоже справа. Это я когда заинтересовалась пищеварением у коров, ну потому что мне надо было. Вы же знаете, что одна моя корова, ночка черная, съела железо. В общем, я этот вопрос изучила. А больше я про коров ничего не знаю, потому что мне ничего не надо. Как бы я не ветеринар, и таких специальных знаний у меня только общие. Могу забыла почистить. Не дочистила. К ногам, знаете, приближаться, видите, ей не нравится. Достой уже. Вредная, она ногой пинается. Ей нравится. Видите, хвост отвела в сторону. Это я ее чешу, как массаж. Она тащится. А, она хвост отвела. Кроме того, многие видели сегодняшнюю мою запись во вкладке «Сообщество». Я сказала, что постельные комплекты ивановского производства мы будем разыгрывать среди зрителей. Обзор, скорее всего, от сайта «Грансток» выйдет завтра. Это тоже ивановское постельное белье, скажем так. Это у них собственное производство «Аванави». Вот как раз его я разошлю тем зрителям, которые напишут самый хороший комментарий, как мы определим хороший комментарий. То есть тот комментарий, который наберет больше всех лайков. Не будем отдаваться на волю случая. Кстати говоря, скатерть на столе – это также оттуда. Скатерть «Габелин». Мне вообще «Габелин» очень нравится. Я специально заказала для того, чтобы продемонстрировать вам, что это такое. Но демонстрация, еще раз говорю, будет завтра. Если вы хотите получить за бесплатно и оценить качество ивановского трикотажа недорогого – это бязевые комплекты. Вышлю их вам за бесплатно. Вам нужно будет только пойти на почту и их получить. Нужно только соблюсти, как я уже сказала, несколько условий. Во-первых, написать интересный комментарий. Но уж постараться придумать либо стишок, высказать интересную мысль по поводу отечественных производителей постельного белья. Но это, в общем, у кого, насколько хватит фантазии, зрители оценят. Кроме того, прислать мне ссылку на то, что вы подписаны на мой канал. И еще одну ссылку на то, что вы поделились этим видео в соцсетях, а также тем видео, которое выйдет завтра с обзором Грандсток. То есть вы должны в соцсетях поделиться двумя видео с ссылкой на мой канал и написать в комментарии. Мне кажется, условия выполнить на самом деле несложно. Для чего я это делаю? Потому что надоело читать в комментариях, да что вы обозреваете всякую ерунду. Я пользуюсь этими комплектами уже довольно давно. Вы знаете, что я давно делаю обзоры. Я не согласна. Я не согласна с этими комментариями. Я хочу, чтобы как можно больше народу узнали. Об этом оценили. Во всяком случае, они напишут в комментариях все, что об этом думают. И тогда, во всяком случае, уже можно будет дискутировать на эту тему, потому что все мы будем в теме. Пока вы смотрели животноводческий сюжет, свет нам так и не дали. Муж у меня подключил генератор. И как раз в это время звонил мне менеджер еще с одной текстильной компанией, тоже с Иванова. Я вам хочу сказать, что на самом деле вот те люди, которые все это производят, которые все это отшивают и потом распространяют по блогерам. Вы думаете, для чего они это делают? Ну, для того, чтобы вы это узнали. Мы, вот я лично, я просто как посредник. Потому что, ну, как вы бы вот еще узнали, те, кто далек от Иванова, далек от вообще вот этих вот всех вещей, как вы еще узнаете, что можно купить, приобрести вот такие вещи? Что для этого не нужно ходить в магазин. Достаточно просто открыть телефон, пройти по ссылкам, которые я оставлю под видео, и заказать все, что твоей душе угодно. То есть это не рекламное видео. Вот так вот, я заговорилась, звонил менеджер с еще одной компанией, будет еще один обзорчик. Я заказала ему специально для вас комплекты постельного белья белые. Он говорит, может быть, что-нибудь придумаем интереснее для ваших зрителей. Я сказала нет, потому что цветные, цветные есть на всех сайтах, а вот белые встречаются достаточно редко. Этот обзорчик будет у нас впереди, они согласились. То есть они мне высылают, а я уже за свой счет отсылаю вам на этих же самых условиях. То есть у нас будет акций по этому поводу много. Я надеюсь, что таким образом мы переломим общественное мнение, которое говорит о том, которое топотится в комментариях, и говорят, что на самом деле ивановский трикотаж, это такая трепетение. Ребят, нет, постельное белье у них хорошее. И я хочу, чтобы вы тоже в этом убедились. То же самое касается ювелирной фирмы Sunlight, на сотрудничество с которым я недавно подписала договор. Чем больше я захожу в их интернет-магазин, тем больше мне это все нравится. Я в комментариях писала, что оказывается, благодаря тому, что просто за то, что зарегистрировали приложение и сделали там первый заказ, даже просто без заказа, потому что все эти подарочки я вам показывала в предыдущем видео. Но там упало столько бонусов, что я вполне могу себе купить кольцо с бриллиантом и с раухтопазом, либо с другими камнями, но в пределах 10 тысяч можно. Другое дело, что оно мне не нужно, я не буду его покупать. Но просто из-за того, что мне это некуда носить. Но если речь идет о золоте, цена которого где-то больше 3-4 тысяч, там можно выбрать оптимальный вариант, причем оплатить почти 70% просто бонусами. Условия очень хорошие. Просто люди, на которые я обрушилась как снег на голову с этой информацией, вы просто еще недопонимаете. Вы просто еще недопонимаете всех преимуществ. Я вам говорю абсолютно серьезно. Ну и пока у нас нет света и работает генератор, я вам хочу сказать, что пора сажать семена. Я переставила сегодня перец с окна своей спальни в котельную, потому что хотя он у меня взошел и давно уже стоит в фазе семидольных листиков, плохо растет, холодно. Северное окно, все-таки ему там холодно. Переставила на такое, на более теплое. Сажаем, сеем, петунью, помидор, во всяком случае в наших краях это 100% нужно делать. И у меня еще по плану сегодня взбить маслом сливочное, потом покажу. Ну и на этом всем пока. Не наезженная колея, только нас сюда понесло. Хотим посмотреть, как замерзла речка или нет. Смотрите, все-таки чуть-чуть замерзла. Лед. Это у нас в феврале. В феврале, можно сказать, настала зима. Мы едем вот по таким неезженным снегам. Лисы тут бегают, рассматриваем их следы. Вообще, на самом деле, я хочу вам показать китайские парники и показать, что они поставили трубы. Если китайцы поставили трубы, это значит, начали сеять на рассаду томаты. Огурцы рановато, а томаты 100%. Я не выдержала. Все-таки остановились. Вот лисьи следы. Вы видели? Лиса бегает всегда вот так в строчку. Видите? Вот у нее следы. Прямо вот так. Ну, как будто одной дорожкой. Она тут все истоптала. Вот, бегала, бегала, бегала. Чего-то она тут ловила. А это уже человек ходил. В общем, люди сюда ходят на работу, наверное. Я видела. Сеют, сажают. И лисы бегают. Смотрите, какая красивая колючка. Хотим поближе подобраться к парникам, чтобы показать трубы. Вот стоит такой красивый, аккуратный парничок. Видите, вот там трубы. Вот они торчат. Их раньше не было. Поставили недавно. В общем, они сеют сначала в такие ящики, а потом пикируют по стаканчиках. Вон там люди ходят. Но еще работа кипит. Это верный признак того, что началась весна. В смысле, скоро начнется. Я не знаю, как мы раньше терпели без генератора. С генератором лучше. Обратите внимание, какая книжечка у меня в руках. Джек Лондон. Это я приготовила на воскресенье. Вы помните, что по воскресеньям у нас будут воскресные чтения. Ой, здесь есть несколько рассказов, которые мне очень нравятся. Я не знаю, как я смогу их прочитать. Но приходите в воскресенье вечером. Джек Лондон. Это вообще такой писатель. Он так здорово пишет. Я эту книгу покупала. У меня была в старой, еще в социалистических времен. В общем, я не знаю, куда она делась. Я потом пошла в книжный магазин несколько лет назад и купила. И купила такую книжку себе специально. Я хочу здесь найти, как органавты в старину. Как здорово. Я тащусь над этим рассказом. А еще есть у него рассказик. Вот, Дом Мапуи. Знаете, вот, серьезно, классно. Я не знаю, как я смогу его прочитать для вас. Так, 725. 24 страницы. 24 страницы. Между прочим, кто не знает, Сердца Треха, ты так же он написал.